Здравствуйте! Сегодня предлагаем вашему вниманию актуальное интервью на тему Международного дня солидарности трудящихся. Главная роль здесь, безусловно, отводится профсоюзам. И по этому случаю у нас сегодня в гостях председатель Федерации профсоюзов Ульяновской области Анатолий Васильев. Здравствуйте, Анатолий Александрович! Добрый день, Дмитрий Александрович! Лозунги правомайской акции профсоюзов, смотрю, и каждая из них актуальна сегодня. Для нас это, наверное, рост зарплат. Я вот перечислю буквально первый. Рост зарплат, индексация пенсии за социальное государство, достойный труд, стабильную занятость. Есть инфляция, должна быть индексация. С этими лозунгами вы выступали на акции 1 мая. Насколько они актуальны для Ульяновской области? Они вполне актуальны. Вот сегодня последний пример – это колдоговорная конференция на УАЗе, где было принято решение в два этапа провести повышение заработной платы. Соответственно, в общем, на 6%, а так поэтапно по 3%. С чем это связано? Очень долгое время на УАЗе говорили о совершенно новой системе оплат труда, о оплате по грейдам. Но вот сегодняшний период жизни, как бы, еще раз говорит о том, что без повышения заработной платы на уровень инфляции невозможно. Мы говорим о том, что это порядка трех с лишним процентов инфляции, 3,8%. И на самом деле мы считаем, что по тем, по росту цен, на что даже обратил внимание Владимир Владимирович Путин, это рост цен на сахар, на подсолнечное масло. И в целом, мы же как бы потребители, то есть покупатели, мы точно можем сказать, что рост цен произошел от 20 до 30% в совокупности на разные виды продукции. Поэтому позиция профсоюзов однозначно индексация заработной платы, рост ее, поскольку в любой ситуации сегодня один из конкурентных способов, как бы, привлечь новую рабочую силу, это рост заработной платы. И мы считаем, в Леновской области это тоже актуально. И вот последние два примера для нас. Присутствие на отчетно-выборной конференции на Авиастаре было заявлено в таких разговорах в рабочих кулуарах о том, что сложно набрать 200 рабочих слесарей на основное производство. Это тоже показатель того, что сегодня конкурирует не профессия, не место работы, а сегодня конкурирует будет заработная плата. То есть способность человека прийти, обучиться и в короткий срок обучиться для того, чтобы работать. Анатолий Александрович, а каким образом сегодня можно отстоять права от трудящихся? Какими инструментами вы пользуетесь? Ведь не проводить же какие-то революционные потрясения, стачки, как это было. Давайте вернемся в историю. 1 мая 1886 год, первая демонстрация работников Чикаго, демонстрация, которая закончилась арестом зачинщиков и их расстрелом после судебного решения, они боролись за 8-часовой рабочий день. Действительно, сегодня этот метод при ужесточении законодательства о забастовках, стачках, демонстрациях, он действительно не позволяет этого делать. Остается один механизм, который определен законом. Это закон о профсоюзах, это действие через заключение коллективных договоров. О чем вы говорите, что было на авиастаре? Да, это действительно убеждение работодателя в том, что это позволит не только закрепить работника, чтобы он не уволился, а действительно производить ту продукцию, которая сегодня необходима. Мы видели, что даже на примере авиастара, по требованию Шойгу, министра обороны, в 10 самолетов в год, Ил-76, должно выпускаться в плановом порядке. А для этого нужны рабочие руки, светлые головы инженеров, и действительно предприятие должно работать планово и ритмично. Вот в этой части мы убеждены, что необходимо учитывать действие коллективного договора, его наличие для того, чтобы влиять. Я могу сказать, Дмитрий Александрович, участвуя на больших предприятиях при заключении коллективного договора, рабочие ведь не всегда молчат. Они говорят правильные вещи. Наличие или отсутствие спецодежды, ее качество. Они говорят о том условии, есть ли питьевого режима на предприятии, условия вентиляции, качество раздевалок. Условия труда. Да, качество приема пищи и их условия. Поэтому в любую ситуацию для работника это очень важно. И работодатель это учитывает через план мероприятий в колдоговор, через приложение коллективного договора. И вы третья сторона, которая участвует в этом процессе. Мы как бы вторая сторона. Третья сторона не существует. Да, работодатель и от лица работников при наличии 51% члена профсоюза, мы участвуем в переговорном процессе во всех его стадиях. Я считаю совершенно правильно. То есть позиция профсоюза складывается из позиций цеховых подразделений, когда работники выходят на головной правком. На сегодня есть у нас одна конфликтная ситуация на предприятии ДАЗа, когда одно из серийных заводов этого большого гиганта отказывается подписывать руководителя действующий коллективный договор в двух моментах. В том числе и по заработной плате. Ну, я думаю, что разрешится, поскольку там замечательный председатель профсоюза, без рук Владимир Петрович, который действительно пошел на процедуру, согласно законодательству, примирительные, спорные. И он, я думаю, что убедит работодателя все-таки выйти на соглашение по подписанию данного колдоговора. Суд будете подавать на работодателя? Да, предприятие первичное, правком у Демитроградского автогрегатного завода, подготовил документы для суда, чтобы договориться по этому вопросу. Молодцы. А пандемия? Насколько она повлияла на экономику региона и как отразилось это на трудящихся? Ну, давайте согласимся в том, что пандемия сначала повлияла как бы на все ограничения, которые были возникли. Это не только те процедуры, которые нужно пройти, это ношение маски, бывают проблемы стесненные условия, жаркие цеха, это проблемы замера температуры и прочие условия, которые должны соблюдаться. Действительно, ограничения всегда сначала настораживают. Но есть хорошее правило, которое говорят, ты лучше выполни эти все ограничения, для того, чтобы потом не бороться с другими последствиями. И мы сегодня видим, что количество заболевших стало чуть менее, в целом по сравнению с 9 тысяч. Но в любой ситуации пандемия ушла на определенную третью платформу и не закончилась. Поэтому для нас возникла проблема. Работа удаленки. Есть ряд отраслей, где процентов 90 работников ушли на удаленный режим работы. Чем для нас чревато, как для членов профсоюза, это работник как бы ушел из социума, мы его не видим. Он дома, за компьютером, работает, как бы меньше факта контакта общения, но с другой стороны он вне социума. Он живет своей жизнью. У него есть проблемы? Конечно, есть. Проблемы, которые возникали на федеральном уровне, условия оплаты, рафика, предоставление оборудования, режим работы и отдыха. Моменты были рабочие, они и сейчас остаются. Но в любой ситуации, если в прошлом году об этом говорили, что процентов 60-70 работодателей точно перейдут работников на удаленку, то сегодня от этой тенденции отказываются. Все-таки возвращаются в привычный образ жизни, на работу на рабочих местах. То есть она подконтрольная, ее видно, она ощутима. Поэтому пандемия – это не только ограничение, это не только снижение уровня заработной платы, но и психологическая такая травма, которая нанеслась. И я думаю, в целом все равно мы понимаем, что есть падение спроса, уменьшение падения спроса. Это все отражается на выпуске продукции. Поэтому для профсоюза пандемия, конечно, это зло. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю, что сегодня в программе «Тема дня» мы говорили о том, насколько сильно и актуально профсоюзные движения на территории Ульяновской области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА